Сейчас вот как раз про фронт поговорим, потому что вчера ночью появилось первое, еще одно феерическое видео, сегодня с утра, наверное, появилось второе. Ну тоже вот в истерике в полной бьется Пригожин, лидер террористической организации Вагнер. Вчера он снял видео на фоне трупов, слушайте, как это даже, свежих трупов вагнеровцев, ну вот там выложили на земле убитых недавно этих. Да, да, он даже сказал, смотрите, еще кровь. Выбирай, кстати, вот хороший такой пиар-способ, ну вот с точки зрения организации, как бы, если смотреть на политический процесс, очень грамотно. Сегодня утром появляется еще одно видео, где он вообще говорит о том, что, мол, если их не будут снабжать всем необходимым с точки зрения военной истории, то они, вагнеровцы, уходят с Бахмута до 15-го, по-моему, он сказал, они там, 10-го, 10-го, 10-го мая. И уходят. То есть, Савик, уже много комментариев, но вот вы объясните, о чем это говорит, то есть что там происходит? Ну, во-первых, давайте начнем с того взаимоотношения между Путиным и Пригожиным. Они есть, их нет, они хорошие, они плохие. То есть, я думаю, что у них нормальные взаимоотношения. Этой фигуры бы не было без Путина. Путин эту фигуру сделал и позволил ему все. Вот все. И в Африке, и сейчас в Украине. Вообще все. Я там не говорю уже про мобилизацию заключенных и так далее. Но это два разных видео. В сегодняшнем видео это ультиматум практически Путина. Это не ультиматум Шойгу или Герасимову. Потому что верховный главнокомандующий, то есть руководитель вооруженными силами России, есть Владимир Путин. И сказать, что я отведу своих ребят от Бахмута, если вы не сделаете это, это и это, это ультиматум напрямую верховному главнокомандующему. А вот это видео на фоне трупов, он любит, он любит такие видео. Да, не первый раз. Он же с Новым годом на фоне трупов поздравлял. Это был такой наезд, это неправильное слово, это была попытка вызова социальной ненависти. Вы сидите в этих кабинетах с красной мебелью, вы шикуете, ваши дети ходят по клубам, ваши дети делают то и еще, и это все правда. Это вот тут как раз я понимаю его политические амбиции. Это уже политические амбиции. Вызов социальной ненависти – это вот то, на кого он будет опираться, когда пойдет реальная настоящая борьба за власть. Он будет опираться на тех людей, которые считают, что реально зажравшаяся власть, разворовавшая всю страну, там бросившая огромное количество людей в это пекло, а вот эта власть должна быть сметена и он или такие, как он, вот настоящие патриоты в кавычках, они должны прийти к власти. Но я вот это вижу его вчерашнее, весь этот, это вчерашнее все его выступление, вот это шоу, по большому счету, мрачное шоу, это все же политическое заявление, это абсолютное, вот я говорю, это четкое обозначение врага. Вот кто наш враг? Это уехавшие из России, убежавшие от мобилизации, это вообще вся российская эмиграция, которая сейчас очень многочисленная и которая там объединиться оппозиция никак не может, но по меньшей мере ищет какой-то общий язык, да, но, а здесь он обращается совершенно к другой части населения, да, то есть вот к той части населения, которая, которая вот желает слышать именно это. Вот там, в этих кабинетах реальные враги России, и этих врагов надо уничтожить, будь это Шойгу, будь это Герасимов, или люди похожие на них. А ультиматум Путину, опять Путин ничего не ответил, Путин опять ничего не сказал. Вадим Денизенко сказал, что Пригожин начал президентскую кампанию этим, по сути. Пригожин начал президентскую кампанию, Пригожин начал, он же, наверное, не будет баллотироваться против Путина, я полагаю, понимаете, да, а если он будет баллотироваться против Путина, то он все равно проиграет, потому что выигрывает в России тот, кто считает, а не тот, кто ведет агитацию предвыборную, и его сторонники голосуют. Я думаю, что нет, но как в качестве преемника, в качестве человека, который считает, что такой, как он, должен возглавить Россию будущего, я думаю, что он это артикулирует уже не первый раз. Дело в том, что у него конфликтов очень много со всеми, и если единственный его сторонник, если можно так сказать, это Путин, то этого мало будет, когда начнется реальная борьба за власть. А борьба за власть начнется, потому что количество ЧВК, которые создаются в России, оно растет с каждой неделей. То есть у «Газпрома» было там одно ЧВК, сейчас уже три, если я не ошибаюсь, у «Роснефти» свое ЧВК, «Кадыров» хочет армию свою создать. Там люди готовятся вот к этой схватке, схватке за власть. Но Пригожин, он в этой схватке будет участвовать, он точно будет участвовать. Конечно, есть мнение, что, в принципе, его просто выгоняют оттуда. То есть я имею в виду из Бахмута и вообще его выгоняют из этой вооруженной, ну, этой войны, скажем, да, этой оккупации. Его выгоняют, потому что Бахмут, ну, более-менее взят, и уже российская регулярная армия может Бахмут контролировать. Не нужен больше Вагнер. Есть и такое мнение. Я как-то считаю, что это не совсем так. Может быть и так. То есть я, знаете, сейчас делать все эти возможные прогнозы сложно. Но вот по моим ощущениям это реально, это обозначение, вот это новое, это что-то новое. Вот сказать, что вы там, в кабинетах, ваши дети и так далее, и так далее, это вызов всей путинской системе. Да. Значит, ну, это, ну, как вам сказать, это такая, ну, уже такая, ну, большевистская риторика, что ли, да. То есть это, нет, ну, большевики были против войны, но я, а он за, но я не в этом смысле, да. То есть большевики очень умело разжигали социальную ненависть. Они это делали реально искусно. Вот. И он начал это вот очень ярко демонстрировать. Поэтому я думаю, что, да, я думаю, что он будет одним из тех, кто будет претендовать на верховную власть в России. Я говорю, нет, это, это может быть он, это может быть не такой, как он. Он может выбрать человека, который ему будет удобен и которым он сможет руководить. Но вот этот мат, который, да, там, там же, там же в этом ролике на фоне погибших вагнеровцев, там же почти нет слов, оно все, там же, там же сплошной мат. Для кого это? Вот для кого это? На целевую аудиторию рассчитано? Вот на целевую аудиторию, значит. И теперь он на нем так же разговаривает и думает, да? Ну, это, да, это, это постоянно, да, 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 это, и это, я бы сказал, это даже, это даже, я не знаю, мне даже интересно посмотреть, я не смотрю в последнее время эти российские все программы. Я не смотрю по одной причине, потому что реально они мне мешают думать. Они просто, они, понимаете, они эмоционально, вот они тебя вовлекают в эту историю, ты думаешь, до какого уровня можно опуститься, вот как, где дно, да, где дно. Вот, и, но вот сейчас мне было бы интересно послушать, я постараюсь послушать завтра и послезавтра, что они будут и как они будут комментировать вот это видео, два видео приглашения. Просто любопытно, просто любопытно. Вы знаете, Саяк, нас смотрит 6509 зрителей, мы в эфире 38 минут. Друзья, я хочу напомнить, что вот у нас на экране висит такая плашка, это не простая плашка, а плашка, которая помогает спасать жизни украинским военным и приближает победу Украины, потому что на фронте очень тяжело, потому что наши ребята держатся, героически сражаются, но на нескольких участках особо идут тяжелые бои, и в преддверии подготовки контрнаступления украинского, актуальность и запрос в дронах, на которые вот мы собираем деньги, она возрастает в разы, потому что разведывательные дроны, лучшие мавики, которые вот есть, они реально очень сильно помогают нашим ребятам на передовой. И вот мы уже говорили о том, что мы обратились к генштабу украинскому, и они сказали, что вот именно эта модель, она самая правильная, самая затребованная на фронте, они дают нам конкретные бригады, конкретные части, куда тут же уходят вот все мавики, купленные на ваши деньги, там те, которые мы собрали, то есть это вот мы отовсюду берем и наши личные сбережения, и ваши донаты, и те деньги, которые идут с тех покупок, которые вы совершаете в Гордоншопе. Поэтому, пожалуйста, все, кто хочет помочь, присоединиться к этому, вот можно навести телефон на плашку у нас на экране с авиком, или под этим видео есть сразу же, вы увидите ссылочка, можно зайти, перевести в любой валюте, там монобанка, все открыто. Если вы хотите в евро, вот кроме евро, в евро там еще чуть-чуть ниже специальный свифт-перевод можно сделать в евро. И спасибо заранее всем, кто это делает. Савик, вот продолжаем эту тему по поводу того, что же там происходит между этими пауками, гадюками и жабами, да, российскими. Вот смотрите, Лавров опять начал говорить о переговорах. Вот в очередной раз уже, вот у него, казалось бы, тут такое, что если ты в сильной позиции, так надо отвечать по-другому, а он просится на переговоры, он за стол просится. Он опять напоминает, что они же готовы, все, ну там наши интересы должны быть учтены, но вот, мол, Запад нас не слышит. Ну, во-первых, когда Лавров говорит, наши интересы должны быть учтены, то как-то это очень абстрактно. То есть интересы Лаврова или интересы сегодняшней российской власти, я не знаю, какие интересы должны быть учтены. Никаких интересов учтены он не должно быть. Наоборот. Но, вы знаете, вот я думаю, что это, как бы, такой, может, это такой, ну, скажем, косвенный шаг, как ни странно, в сторону Китая. Потому что резолюция Организации объемных наций о сотрудничестве ООН с Советом Европы, которая получила 122 голоса, и там абзац, в котором очень ясно сказано, агрессия России в Украине, да, и в Грузии. И что надо будет все же за это платить. И проголосовал Китай, проголосовала Индия, проголосовал Казахстан, Армения. Ну, слушайте, казалось бы, да, союзники разбегаются. Союзники разбегаются, но смотрите, я бы даже, я даже вот многие об этом говорят геополитически, и можно продолжать геополитически сколько угодно, я бы на уровне человеческом, да, вот сказал. Вот есть президент Си, да, Большого Китая. Вот он человек несомненно самолюбивый, вот несомненно. Потому что когда ты столько у власти, ты начинаешь просто о себе думать, ну, как-то немножко, немножко возвышенно. А ты уже вот-вот-вот-вот, да, и каждая, каждая маленькая критика, оскорбление, да, ты это, это, это как бы, это даже становится, становится, становится вот очень неприятно. Да, и ты реагируешь на это. Вот он заявил, Китай будет миротворцем. Китай сумел помирить Иран и Саудовскую Аравию. Ну, какая там была роль Китая, это вопрос другой, но не имеет значения. Он так считает, он говорит, что Китай по мирю. Мы будем посредниками, миротворцами между Россией и Украиной. Мы посылаем специального представителя от Китайской Народной Республики, который как раз будет вот как, там, помните, был такой Ричард Холбрук во время Югославского кризиса. Вот он будет вот этим посредником. Естественно, если Китай желает быть миротворцем, то у него должны быть взаимоотношения у того же президента Си и с Путиным, и с президентом Зеленским. Понятно. Значит, он едет в Москву, после этого проходит несколько дней, и он звонит Владимиру Зеленскому. И происходит их разговор. Два дня после этого идет бомбежка Умань. Значит, я думаю, что человеческий президент Си говорит себе или своему узкому окружению, ну, с этим Путиным дело иметь нельзя. Мы договорились. Ну, о чем они договорились, я не знаю, и мы не знаем. Ну, мы договорились. Я не думаю, что президент Си говорил, Путину ничего не говорил, что он будет общаться с Зеленским, потому что иначе он не может быть миротворцем. Если у него отношение только с одной стороны, стороной он не может быть миротворцем. Значит, он должен иметь отношение с двумя сторонами. А Путин берет и ломает всю эту структуру. Вот просто берет и ломает. Удар по Умани. Пожалуйста, жилой дом, масса погибших и какой-то Китай-миротворец. Тогда, я думаю, что тогда Си просто решил, знаете что, мы всегда воздерживались. Вот по всем вопросам мы воздерживались. Мы там в феврале прошлого года воздерживались, мы в этом году воздерживались, мы всегда воздерживались. Мы по Грузии воздерживались, по Украине. В 2014 мы воздерживались, мы всегда воздерживались. А давай сейчас-ка мы возьмем и проголосуем за. И посмотрим на реакцию вот этих вот людей, которые не договороспособны. Вот я думаю, что примерно вот это произошло. Китай, понимаете, Китай голосует откровенно против Российской Федерации. Ну то, что это делает Индия, ну понимаете, меня это даже меньше удивляет. Потому что Индия все же, Индия это другое государство, это другая ментальность. Это все же страна такая, но она многоэтническая, она в общем-то демократическая страна. Вот Индия все же. Но Китай, как сверхдержава, которая на себя считает, и в роли, повторяю, миротворца, роль которую разрушил ей Путин. Путин своими руками просто разрушил план президента Си. А у Си планы всегда глобальные. Это сеть дорог, это глобальная экономическая инициатива, глобальная стратегическая инициатива. У него все идеи глобальные. А сейчас я думаю, что вот если вы, я вот только в скобках схожу, если вы последите за китайской прессой, ну англоязычной, то там главный противник, главный противник, это доллар и Соединенные Штаты Америки. Если они перехватят инициативу, грубо говоря, в миротворчестве, вот они будут решать конфликты, им это удается, оказывается, и в общем-то, да, они заработают себе определенный престиж вот в этой области. Но все, Китай не может сейчас быть миротворцем, потому что как можно верить, если вы говорите, что вот надо сесть за стол и все же надо обсудить главные вопросы и надо прекратить там огонь или что он сказал Владимиру Зеленскому конкретно мы не знаем, и мы не знаем конкретно, что он сказал Путину. Но то, что у него есть огромное желание, стремление к тому, чтобы Китай стал глобальным миротворцем, это видно. И все, все, это идея Украина-Россия, все. Китай не может больше в этом, ну никак участвовать. Ну вот никак, все. Роль Китая в миротворчестве между Украиной и Россией закончилась. Я думаю, поэтому, я думаю, что это основная причина, почему Китай так голосовал.